Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! В этом видео мы с вами рассмотрим довольно поучительную партию двух принципиальных соперников – 10-го чемпиона мира Бориса Спасского и выдающегося датского гроссмейстера Бента Ларсена. Это первая партия их полуфинального матча претендентов, который был сыгран в шведском Мальмео в 1968 году. Борис Спасский начал партию ходом Д4. В ответ КФ6, КФ3, Д5, С4, С6. Черные избрали славянскую защиту. И здесь Борис Спасский забирает на Д5, СД. Избирая разменный вариант, Борис Васильевич, как говорится, хочет прощупать соперника, не особо рискуя в первой партии важного матча. Слон Ф4, КЦ6, КЦ3, СФ5, Е3, Е6 и СБ5. Как известно, черным здесь нужно уже отказываться от поддержания симметрии. Ход СБ4 сомнительный, а вот КД7, который сделал Ларсен, очень даже неплохой. Черные борются против хода КЕ5. Основным продолжением здесь является ФА4, но Спасский делает рокировку, как и раньше, придерживаясь спокойного сценария развития событий. Слон Е7, ладья С1, два нуля, Аш3. Ладья С8 и слон Д3. Происходит размен белопольных слонов. Конь Б6, ФЕ2 и А6. Конь Е1, переводя коня на Д3. Черные играют КЦ4. После КД3, Ларсен ставит коня на Б4. Б3 и размен на Д3. Черные отходят на Б6. Ф3. Позиция по-прежнему примерно равна. Здесь у черных был довольно широкий выбор. Можно было пойти ФД7 и на Е4 сыграть ладья ФД8, всерьез угрожая взятием на Е4. В случае продвижения пешки на Е5, у черных хороший слон и нет слабостей. Также заслуживал внимание ход слон А3 и после ладья С2, ферзь Е7. Но Ларсен почему-то меняет своего хорошего слона, играя слон Д6. Конь Е2, ферзь Е7 и взятие на Д6. Ферзь Д6, ферзь Д2, прикрывая поле Б4. И в этом положении черным нужно было, не мудрствуя лукаво, разменяться на С1, сыграть ладья С8, поддерживая равенство. В этом случае партия, скорее всего, закончилась бы бесцветной ничьей. Но Бент Ларсен был шахматистом амбициозным и хотел показать Спасскому, что даже белыми против него сделать ничью не так-то просто. Датский шахматист ставит своего ферзя на фланг. Конь Ф4, взятие на С1, ладья С8, взяли-забрали ферзь С2, нападая на коня. И здесь уже сказывается не очень удачное в свете борьбы за вертикаль С положение черного ферзя. Конь отходит на Е7, ферзь С7. Конечно, ферзь черных очень пригодился бы здесь на поле Д6, либо Д8, вторжения не произошло бы. Но сейчас угрожает мат, ферзь Д8, пешка Б7 под ударом. Нужно сказать, что черные пока еще не перешли грань допустимого риска. Лучше всего было пойти Х6, форточка. И после взятия на Б7 перейти в контратаку. Ферзь С1, шах, король Ф2, конь Ф5 с угрозой взятия пешки. Ферзь Б8, король Х7, ферзь Е5, защищая пешку Е3. Но ферзь Б2, конь Е2 и забираем на А2. Черный ферзь весьма активен. Белые в атаке королевского фланга ничего не получили. Позиция равна. Но выбрать самый точный ход в этой ситуации не так-то просто. И Ларсен сделал форточку путем Ж6, ослабив черные поля. Конечно, он не хотел пускать белого коня на Х5. Но ослабление черных полей обязательно скажется. Конь Д3. Играют белые. В этой позиции взятие на А2 приводило к немедленному краху. И дело, конечно же, не во взятии коня. В этом случае двойной удар. Король Ф2. Забираем на Д3 ферзь Б7, ферзь Д2. И у черных серьезное преимущество. Нужно после ферзь А2 сыграть конь Е5. И после ферзь А3, защищая коня, шах, король Ж7, ферзь Е8 с решающей угрозой пешки Ф7. Поэтому датский шахматист играет конь Ф5, контратакуя пешку Е3. Вся эта рискованная игра черных направлена на перехват инициативы. Играя черными, Ларсен хочет выиграть первую партию этого матча и повести в счете. Что же делать белым? Спасский мог сыграть ферзь Б8. После король Ж7 перевести ферзя на Е5, вновь с шахом, сыграть Е4. После размена конь Д6, конь Ц5 у белых определенное преимущество, хотя и небольшое. Но Борис Васильевич решил сыграть более активно и пошел Ж4, приглашая черных забрать пешку на Е3. Действительно, ход конь Е3 партию проигрывал. В этом случае конь Е5, нападая на пешку. Черный ферзь не может поставить шах белому королю, поэтому вынужден отойти на пассивную позицию Ф8. Король Ф2, конь Д1, король Е2, конь Б2, Ж5. Черные рано или поздно проиграют, потому что со стреноженным конем и пассивным ферзем удержать эту позицию невозможно. Также после Ж2, Ж4 плохо ферзь бьет А2 по причине взятия и черным не удается отыграть фигуру конь С1. Но на Ж4 можно было сыграть конь Д6, защищая обе пешки. Конь Е5, Х6, конь Д7, создавая угрозу по черным полям. Но конь С4, решающее перекрытие вертикали С, которое в этом варианте спасает черных. БЦ шах, король Ж2, еще один шах, король Ж3, ферзь Е1. Конечно, после короля Ф4 и вовсе мат, поэтому король Ж2, ферзь Е2 и ничья вечным шахом. Но этот замысловатый вариант ускользнул от внимания Бента Ларсена, поэтому после Ж4 он отвел коня на Х6. Очень неудачная позиция. Черный конь, находясь на краю доски, не имеет ни одного хода и вынужден защищать пешку Ф7. Белый же конь, напротив, становясь на Е5, контролирует большое количество важных полей. Если забрать на А2, то конь Д7 с угрозами мата после ферзь Б8, ферзь Ф8. Поэтому ферзь Б4 играет Ларсен, конь Д7. На доске абсолютно равная по материалу позиция, но с позиционной точки зрения у черных уже безнадежно. Ферзь Е1, шах, король Ж2, ферзь Е2, король Ж3. Если забрать на Е3, то мат в два хода, ферзь Д8 и ферзь Ф8. Поэтому в отчаянии Ларсен отдает своего коня, играя конь Ф5 и после ЖФ пытается поставить вечный шах. Но Спасский все давно просчитал. Он становится королем на Ф4 после еще одного шаха на Е5. И этот сквозной шах не приносит черным результата по причине простого Ф4. Забираем на Е3, король Ф6, бьем на Д4, конь Е5. И здесь Ларсен наконец сдался. Вот такая партия, которую Борис Спасский выиграл благодаря упрямству своего соперника. Вместо спокойных ходов, которые неизбежно привели бы к ничьей, Бент Ларсен перегнул палку и закономерно проиграл. Эта победа окрылила Бориса Спасского. В дальнейшем он одержал целых три победы на старте этого поединка, захватил лидерство и выиграл этот матч у Бента Ларсена. Если это видео вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для Всех, оставляйте свои комментарии. Большое спасибо за внимание. До свидания.